Завтрак Завтрак Сначала я готовлю базу. База это всего три ингредиента. Во-первых, это сама овсянка. Лучше взять овсяные хлопья вот такого крупного помола, потому что если взять мелкие, ну скорее будет такая кашеобразная структура. Мне больше нравится с крупными хлопьями. Во-вторых, для полезности я добавляю семена льна. Всегда в каждую баночку просто люблю. Кто-то добавляет семена чиа, кто-то орехи, но вот у меня база именно такая. И третий ингредиент это что-то молочное. Вот в моем случае это кефир. Если не любите кефир, можно взять коровье молоко. Если непереносимость коровьего молока, вполне можно использовать растительное молоко. Вот три базовых ингредиента. В каждую баночку я насыпаю 60 грамм овсяных хлопьев. Сверху 20 грамм семян льна. И все вместе заливаем кефиром или молоком, или растительным молоком. Ну вот база практически готова, но будет кисловата, потому что кефир кислый, и нужно чуть-чуть добавить сладости. И вот тут уже начинаются вариации. Для сладости я использую сироп топинамбура, мед, джем из фейха, черной смородины. Это имбирь с лимонами перетертый, а это перетертая малина. В каждую баночку по столовой ложке чего-то сладкого. И все вместе перемешиваем. Уже получилось вкусно, но нет предела совершенства. Я покажу, как сделать еще вкуснее и лучше. Вариант первый. Овсянка с медом. И классическое сочетание сверху яблока, грецкий орех и корица. Яблоко нарезаю мелким кубиком, выкладываю сверху на овсянку, сверху нарубленный грецкий орех и посыпаю все вместе корицей. Получается вот такой вот вариант ленивой овсянки. Вариант второй. Овсянка, джем из фейхоа, банан и киви. Банан и киви очищаю, нарезаю кубиком, вместе перемешиваю и выкладываю шапочкой на слой овсянки с фейхоа. Все готово. Третий вариант. Это овсянка с черносмородиновым джемом. И очень хорошо здесь будет смотреться и по вкусу сочетаться голубика. Четвертый вариант. Овсянка, малиновый джем, клубника и черный шоколад. Перемешиваем вместе клубнику. Клубнику предварительно я нарезаю вместе с шоколадом, который тоже крупно натерт на терке. И добавляем это в нашу овсянку. Пятый вариант. Это с сушеным манго. Здесь сироп топинамбура, овсянка и сушеная манго. Манго руками разделяю на мелкие кусочки вот такие и буду добавлять в овсянку. Последняя заготовка это овсянка. Здесь имбирь перетертый с лимоном. И для красоты и такой черешенкой на тортике будет черешня. Черешню мою, достаю косточки. На овсянку выкладываю желтый слой лимона с имбирем. Сверху черешню. Ну вот такие варианты очень быстрых завтраков. Смотрите, готовится без выпечки, без варки, без жарки. И, соответственно, не пачкается никакая дополнительная посуда, ни кастрюль, ни сковородок. Буквально пятиминутка ленивая овсянка. Какие вы добавляете добавки, это уже дело вашего вкуса. Когда зима, я больше использую сухофрукты. Орехи, когда лето, конечно, это свежие ягоды, фрукты. Ну, смотрите на ваш вкус. В каждой такой баночке примерно 500 килокалорий. Я рассчитываю на такой сытный, хороший завтрак на взрослую порцию. И если бы не дети, то мне бы хватило это на 2-3 дня завтраки плюс полдники. Но дети тоже обязательно будут это есть, им тоже очень нравится. Поэтому закончится все достаточно быстро. Но хорошо, что тоже быстро готовится. Рецепты, то есть состав, что входит в такие вот ленивые овсянки, я оставлю в комментариях под этим видео. Подписывайтесь на рассылку, вы их тоже получите. И сможете готовить очень быструю ленивую овсянку и быстрые ленивые завтраки. С вами была Дарья Черненко. Удачи! 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 Продолжение следует...